Вы верите в то, что Путина посадят на скамью подсудимых? В Гааге, в Нюрнберге или, может быть... Да, верю, потому что он трус. У него не хватит такого мужества, которое нашлось для же Адольфа Гитлера. Покончу с собой. Адольф Гитлер говорит, что я не хочу, чтобы меня возили в клетки, развозили по всей Европе. А Путина будут развозить в клетки. Или, скажем, у Николая Александровича, Николая Первого, нашего императора, он после поражения, при очень близких обстоятельствах в Первой Крымской войне, ну, он, по мнению многих историков, фактически покончил самоубийство. Он не дал себя лечить, когда заболел. То есть вот такие разные люди. Для начала он в лютый мороз без шинели в одном мундире выехал принимать смотр какого-то гвардейского полка и по тем временам предказуемо свалился с воспалением легких. В общем, это очень разные исторические фигуры, о которых я упомянул. Они все-таки чувствуют свою ответственность за свои деяния. Этот нет, этот выживет и будет давать показания. Я вот всегда предлагал, чтобы процесс над основными преступниками проходил в Мариуполе, вот в здании Мариупольского театра, которое одним из первых было разрушено. Сразу же какие-то итальянские архитекторы вызвались за свой счет делать проект, восстановить, вот пусть восстановят. И первым представлением там пусть будет. Там и Путин, и Робинтропа нашего туда привезут, конечно. Трусах. Да. И в той самой майке, в которой он появился сейчас. В больнице на Бали, да? Видите, жалкие они все какие-то стали, очень жалкие. Послушайте, а вот я тут прочитал, я не знаю, как вы лично относитесь к тому, что пишет телеграм-канал «Генерал СВР», но иногда интересные вещи пишет. Якобы готовит убежище для Путина в Центрально-Африканской Республике. Возможно такое? Я с интересом читаю журнал «СВР». Ну, скажем, прямо за ним стоит наш коллега Соловей Валерий Михайлович. А я всегда ценил. В моей работе по анализу путинской власти очень помогали два крота, как я их называл. И им нравилось это название, они на меня не обижались. Это Венедиктов и Соловей. Но если качество крота Венедиктова определялось его контактами, он же гордился, что он бухает там с Песковым, бухает с тем же Робинтропом. А у Валерий Михайлович вряд ли его конфидентами были эти фигуры, но кто-то из очень близкого ряда. Потому что очень ценные сведения по целому ряду вопросов, во-первых, у них совпадали, и во-вторых, они подтверждали мои предположения, основанные на каком-то анализе предыдущих действий власти и фигур. Вот, поэтому все это, я думаю, Центральная Африка это троллинг, а остальное вот в изложении... Нет, мы же знаем, что господин Пригожин там орудует в Центральной Африке, что у него интересный... Нет, конечно, нет, если... В алмазодобывающей промышленности цар... Ну, я не знаю, неужели, неужели... В желтодобывающей промышленности... Вы меня застали задуматься, потому что я-то раньше был абсолютно уверен, что Си пришлет за ним самолет, и его отвезут на лечение длительное в одном из закрытых центров китайской традиционной медицины. Но, может быть, вот это Бен Ходжеса прав, и что Хи Си настолько не простит ему, что он разбудил и сплотил. Вы смотрите, каким дружелюбным Си выглядел на встрече с Байденом. Байден ему сказал, что вот мы с вами знаем друг друга там 20 лет, они действительно часами проводили... У них там очень много часов встреч, проведенных вдвоем за последние годы в разных своих ипостасях. Мы с вами понимаем, что мы компетитис, мы соперники, но давайте, чтобы наше соперничество, оно как бы разбивалось в цивилизованных рамках, помогало прогрессу цивилизации, науки, техники, все. А Си его даже опередило. А зачем нам соперничать? Мир большой, места на нас двоих хватит. Давайте еще более конструктивно. Это полная смена пластинки после вот этого такого жесткого военного лидера на 20-м съезде. На 20-м съезде он играл в такого сурового воина. Видимо, это необходимо было для получения пожизненной власти. Ну, а сейчас он очень конструктивно. Ну, кстати, вот продолжая тему Пригожина, я уж упомянул его, Пригожин орудует в Центральной Африке, чем черт не шутит, сколько бы там троллингом не занимался наш коллега Валерий Соловей с помощью вот этого мистического или мистификационного, я бы так сказал, канала генерал СВР. Ну, чем черт не шутит? Может, действительно готовит там запасной аэродром? Нет, ну, если он уже знает, что Си ему откажет, то это, так сказать, second choice второй подходит. Субтитры создавал DimaTorzok